Рома может одолеть Барселону, а сама же Барселона после 0-4 в Париже может. И тогда действительно шансы у хозяев были очень неплохие. А что с раздевалкой на матче против Баруси? И, наверное, кто видел ту игру, согласятся, что результат не совсем по игре. Потому что Дортмунди не очень любят бояться. Человек, который забивает Дортмундской Баруси всегда и везде за кого. Новых кресел Рикардо, где удобно могли бы расположиться там хозяева и у каждого. Преступление. Я как раз молчал. Сергей и более так, скажем, пел. Картина абсолютно та же. Смотри, какой тесный тоннель. Да, и написано «Раша». Выпустить победу в матче с Хофенхаймом, ведя в счете 3-0 до 75-й минуты. Не обыграть на выезде Нюрнберг. С Хофенхайм играл там полуторным составом. Но 3-0! Именно такой счет сегодня Дортмунд. Устроить совершить практически невозможно. Собирается отыграть у Тоттенхэма три мяча. Забив, соответственно, столько. Мне придется рисковать, действовать где-то авантюрно. Нарываться на контратаке. Но смелость берет... Приветствует друг друга. Судейскую бригаду из Голландии, которая возглавляет Даним Маккелли. Да, увидеть, что Делли Али сегодня нет у Тоттенхэма. А вот Уинкс восстановился после травмы. Готово название клуба. Дортмундская Боруссия. Тоттенхэм начинает с центра поля в ответ на матчи плей-офф Лиги чемпионов. У Ив Санчо тот самый англичанин. 13-й РФ Герейро слева. И 9-й Пако Алькаср в центре нападения. Как полузащитник на его зиму. И специально Люсьен Фавр переучивал играть в обороне. На позиции крайнего защитника. И вот сегодня он здесь. Девиз от Люсьена Фавра. Очень быстрая там свободная зона. Вроде бы была, но все-таки оберегил его Девинсон. Санчоц. Не менее. Хотя, в принципе, он головой играет не плохо. Но он сегодня левый защитник, так что не положен. Сон Хомин пришел в оборону. Драфную Тоттенхэма высокая. Не дают пробить. Подбор за Дортмундом. Штефан Фройнт. Человек, который с минуты предлагал Фройнт провести очень активно. Что Дортмунд и делал. Ну, старается. Гетце сбрасывал мяч на Пако. Но пока через него не играет. Передача вперед. Пако. Вот как раз Тоттенхэмдат. На них Лигу Чемпионов. Из Кубка уже вылетели удивительным образом в матч с Вердером домашним. Сыграв в ничью. И к февралю месяцу, к марту. Успеет уже отрыв сократить. Санчо. Не получается. Передача вообще. И моменты надо забить. Ну, отличный подкат. Сейчас был финал. Никак не получается у Тоттенхэма за мяч зацепиться. Две-три передачи. И тут же идет Пако. И между противоположение в Нигре все-таки было. Все-таки было. Ну, вот Гетцов в хорошей форме. Он в четырех последних. Карный подкат. Шикарный подкат. Вот Яна Фертонгина. Чистый. И еще здесь успел крутануться. Вот его бы пересматривать. Бюргер. Прострел. Где здесь игроки в желтом. А там только. И идеи у Почетина тогда было побольше. Но он рассчитывает, будь тренер Тоттенхэма. А менталитет у кого? То есть намекает, что может быть у самого Почетина. Менталитет не совсем так. Да, это называется. Длинная передача. И здесь опасный момент Пако. Так обработал мяч. Все равно неплохо. Но удар не получится. А там тянет время у Балерия. Судя по, когда там после 0-0 в первой встрече драматически совершенно развивались события. Конечно, меня поправляет. Не Роберт Де Ниро, а Джек Николсон играл в управлении гневом. Или нет? По махам до чужих ворот практически не доходит. Дэвис. Подача. Да, ну и вообще... Сейчас. На Герейро. Герейро. Ройс. Ройс в тропной. Уже удар поворотом. Рикошет. Лерис. Как он французского голкипера. Просто чуть выше. Мяч пошел, но не так высоко, чтобы над Дортмунду терпеть. Ух, как далеко запустил мяч. Вольф Рамкфуртский, да? Как в про... Передача в центр. Эриксон в одно касание. И не поднимает флажок судья. Нет, поднимает все-таки. Ну не сразу. Заставил поволноваться. И алло. И под удар. И аккуратный, может быть, слишком даже удар Марио Геоц. Щечкой на дни наиграет. Судья на линии. Что там? Он бежит до конца и не поднимает флажок. Ну и... Голопаку развернулся. Геоц не вложил мяч в ногу Герейро. И пришлось... Долго не доверял. Долго все-таки ставил ашрам системно. Происходит, что волноваться, по-моему, пока не стоит. Ну вот Аканжи. Опередился он Хенмина. Неплохо. Ну, Вольф, только точно надо играть. Но здесь уже хотя бы низом. Мы уже говорили о том, что Дортмунду сегодня нужно что-то фантастическое створить. Давай подкрепим этот записочка Люсьена Фавры у него в руках. Люсьен Фавр их пишет самому себе поначалу. Геоц, это Ройс, что же ей все путают.